до новой версии 0.9.2.2 обновился ватсап для nokia n9 и вот я решил записать обзор этого приложения что собственно достаточно давно уже собирался сделать вот так вот выглядит это приложение здесь у нас чаты чаты выглядят точно так же как и стандартные встроенные чаты в n9 то есть разницы по большому счету практически никакой если ну понятно назад вернуться вот так вот если нажать на иконку непосредственно контакта то вы попадаете вот в такую карту контакта назовем это так где вы можете запросить статус игнорировать сообщение этого от этого контакта добавить в контакты передать историю сообщений и удалить историю сообщений но и также можете просто позвонить или отправить смс это достаточно удобно есть также естественно весь индексирует приложение весь ваш контакт-лист и все те ваши друзья ваши контакты которые пользуются ватсапом на различных платформах они автоматически оказываются в этом контакт-листе ну и соответственно вы можете написать им сообщение в ватсапе что еще ну касаемо настроек вы можете создать группу собеседников надо будет кстати попробовать ни разу еще не пробовал обновить контакты вот настройки программы можете менять аватар некий некая некий статус вашего профиля отправлять нажатием вот изменять размер изображения ну и текущий язык поддерживается русский язык в том числе другие настройки картинку можно установить как фон у меня не установлен положение экрана можно выставить авто портрет и ландшафт цветовая схема белую черную можно выбрать и цвет фона сообщений тоже можно выбрать голубой зеленый розовый оранжевый что касается нитификации и уведомлений то выбирается мелодия звонка какая у меня выбрана вот у меня выбрана такая выбирается мелодии включается или вибрация выбирается мелодия группового сообщения на меня не выбрана по сути и также включаются или выключается вибрация ну вот пожалуй пожалуй все все настройки теперь что касается текстового ввода хотел несколько слов добавить значит тут слегка отличается вот от того что мы имеем в n9 по умолчанию дело в том что по умолчанию вот возьмем те же сообщения пишем какое-то слово вот вы видите у нас всплывает как бы предлагаемая словарем слова мы можем согласиться с ним этот функционал есть и в ватсапе если предположим мы уже написали неправильно слова и хотим его поправить то мы два раза тапаем на это слово и у нас вот всплывает такой словарик с словами которым который мы мы можем заменить неправильно введенное нами слово что касается перемещения курсора то это делается так же как и в мегову при помощи долгого тапа и вот таким вот через такую такую всплывающую лупу вот последних этих двух функционалов в ватсапе нету то есть вот мы написали некое слово видите у нас подсказка появляется но потом мы уже не можем вызвать вот это черное всплывающее окно словарика зато точно так же не работает и вот долгий тап с лупой долгим тапом происходит выделение зато надо отметить что курсор значительно чуть-чуть становится в то место куда мы ему указываем пальцем нежели в самой операционке меговых армата ну вот пожалуй и все отличия не скажу что они какие-то катастрофические клиенту очень удобный поддерживается естественно перед пересылка файлов вот можно картинку можно прямо картинку из галереи можно прямо картинку из камеры насколько я понимаю нет не работает этот функционал или работает работает пожалуйста можно включить прямиком камеру и добавить только что снятая то же самое с видео можно музыку отправить вот это что такое честно говоря не знаю ну да ладно ну местоположение и по-видимому можно отправить контакт со смайликами невероятно их много те кто любит пользоваться смайлами их просто нереальное какое-то количество они рубрицированы и чего-то тут только нет я честно говоря смайлами особо не пользуюсь поэтому много про смайлы не расскажу думаю что это целая субкультура на самом деле есть тут ну в общем можно несколько часов потратить на то чтобы рассмотреть все эти смайлики думаю на любой случай жизни они здесь есть также хотелось бы обязательно отметить авторов этого проекта поскольку во первых спасибо им за то что они сделали ватсап клиент для n9 это продлевает актуальность n9 безусловно потому что ватсап очень удобная служба правда ходят слухи что клиент станет платным непонятно то ли клиент станет платным то ли пересылка сообщений в нем станет платной ну в общем пока все остается на своих местах значит сообщений сам клиент вы можете скачать на open ватсап орг ну также имеются в фейсбуке страницы в твиттере что касается участников проекта то вот они среди них есть в том числе и наш соотечественник и собственно большое им спасибо за проделанную работу в ависторе который тоже ближайшее время судя по заявлению nokia закроется во всяком случае та его часть которая имеет отношение к мигу хроматан и к симбиену в ависторе этого клиента нет и собственно как мне сказал один из разработчиков этот клиент и не появится в ависторе ватсап будет распространяться исключительно бесплатно параллельно свободно вот те кто желают поддержать проект могут вот тут есть все необходимые контакты и могут пожертвовать на этот проект спасибо ребятам за то что сделали удобную и хорошую программу вот пожалуй все что я хотел рассказать о клиенте ватсап для индиючий